здравствуйте мы с вами на канале про цветок сегодня мы с вами поговорим о размножении фундука у меня в саду растет много различных фундуков и они были размножены различными способами и когда дело доходит до урожая вот и собираешь по одному по два ведра с этого фундука они все дороги но с другой стороны есть везде при размножении свои тонкие моменты которые надо учитывать это и сортность фундуков это качество самих плодов это сроки плодоношения через сколько после посадки эти фундуки будут у вас плодоносить поэтому давайте по порядку итак самый простой способ размножение фундуков вы можете даже где-то приобрести фундуки которые не были в печке высушены а сырые фундуки не потерявшая всхожесть взяли их и на три месяца во влажную среду поместили при температуре 0 плюс 2 градуса это обычно я беру собираю фундуки не высушивая их сразу в ведро в опилке перемешиваю во влажные и ставлю или в холодильник или в погреб вот обычно за зиму если я фундуки поставил в сентябре месяце уже концу зимы эти фундуки начинают наклевываться в этой влажной среде в подвале когда уже зимой температура где-то 2 градуса у меня они проходят период стратификации схожесть у них появляется пришла весна вы теплую влажную пошву их посеяли и через месяц увидели обильные всходы это один способ выращивания какой еще можно способ использовать можно сортовые фундуки вот такие как у меня есть вот мы стоим возле варшавского красная красивые фундук очень урожайный в этом году я с него соберу два ведра фундуков как его размножить два способа есть это пойди в лес пойти в лес накопать лесную лишину посадить в саду через год когда это лишина уже хорошо приживется наберут силу в следующем году весною вы можете черенком эту лишину привить довольно таки интересный способ когда вы на эту лишину зеленолесную прививается краснолесный фундук вот у меня есть московский барсилу московский варшавский эти фундуки на вашей лишине будут даже листьями отличаться и будете видеть если лишина через несколько лет это начала молодые побеги пускать вы эти тоже побеги можете перепривить и так по этапу каждый год по несколько прививок делать но видите на лишину если прививать постоянно лишина дает будем говорить дикие побеги которые надо или обрезать или перепривить при прививке фундука на осенцы надо заготовить черенки с сортового ореха фундука черенки заранее выбираю чтоб они были довольно таки толстенькие вызревшие срезаю или обламываю листья и затем черешок с почкой срезаю и переношу на срез подвоя то есть на сеянец наш и таким образом вот замотавшие эту почку мы ждем целый месяц как она проживется обычно у меня они фундуки хорошо проживаются стопроцентной прививкой и через месяц уже надо отмотать эту обвязку для того чтобы она не передавила этот привившийся черешок с почкой прививка фундука она производится как в августе месяце когда есть сокодвижение так и весною в апреле месяце тоже когда начинается сокодвижение я этот прием использую как летом так и весной летом я в августе месяце прививаю почкой весною в апреле я больше прививаю черенком черенком выгоднее прививать чем что вы привили черенок где-то с тремя четырьмя пятью почками и уже с этого черенка если хорошие хорошая прививка удалась то за лето образуется уже целые боковые побеги черенка и он может даже заложить плодовые почки это ускоряет ну время плодоношения фундука очень хороший способ размножения фундука это прививка на медвежий орех многие не знают что такое медвежий орех это орех средние среднего размера плоды он очень хорошо подходит как подвой для фундука этот орех растет не кустом а деревом и если мы привели на него какой-то сорт фундука все дальше у нас пошло дерево расти поросли это растение не дает и на долгие годы у нас компактное деревца дающая хороший урожай и не требующая там вырезание поросли которые каждый год растет на обыкновенном орехе вот и таким образом вот можете размножать но тут есть свои нюансы вот у меня растет медвежий орех я уже два года переприваю и стопроцентные прививки никак не могу добиться потому что ну надо знать сроки и летняя прививка я делаю и весеннюю прививку при весенней прививки ошибка такая что мы уже вспоминаем о том что надо привить когда активно в апреле становится тепло и начинается уже сокодвижение активное в медвежьем орехе и тогда он не успевает хорошо привиться обычно рекомендуется на медвежий орех прививать фундук где-то в конце мая когда еще стоит прохладная погода даже с перепадами холодных ночей тогда эти прививки хорошо приживаются и за лето у вас получается вырастает хороший саженец фундука на медвежьем орехе что дает вот такой прием размножения первое что эти фундуки будут расти уже деревом то есть промышленных посадках легче эти фундуки обрабатывать ухаживать за ними агротехнику какой-то отрабатывать плодоношение у них тоже довольно таки ранее то есть через 34 года они уже будут давать обильный урожай один из способов размножения фундука это отводка вегетативный способ у меня много фундуков различных сортов и я обычно нижние веточки отгибаю до земли присыпаю землей и через год через два разокучиваю и уже на присыпанных этих веточках появляются хорошие корешки которые эти веточки можно с корешками отделить от основного куста и поставить на постоянное место можно отводками разомножать фундук можно просто куст срезать уже пятилетний шестилетний куст который дает много молодых побегов и этот куст даст много вегетационных таких побегов молодых эти побеги вы летом окучиваете и они в течение года уже дают корешки если не торопиться состоять на следующий год то через два года разокучивший вы получите хорошие саженцы сортового фундука мы сегодня с вами вели речь о размножении фундука много способов с вами обсудили вот я буду рад если каждый из вас использует какой-то способ у тебя размножит фундуки и поделиться ими со своими знакомыми друзьями семьей всех вам благ и успехов 一直 говоря и и и и Субтитры создавал DimaTorzok